Фонограмму попросим. Зеркало, дайся. Господа на звуке, попросим фонограмму. Лёха, не волнуйся, это я, горячо. Лёха, это вы, держите. Обзор новостей на Радио 7. Японская фирма Хитачи не пустила в продажу новую партию тамагучи, рассчитанную специально на российский рынок. Такой тамагучи, если его несколько дней не кормил, начинает стучать каскад пол и скормировать правительство в отставку. Хотелось мне сообщение о предупреждении его на здоровье. Там сказано, что если у вас произошла задержка за оплату, значит её появление следует ожидать через 9 месяцев. Это были новости на Радио 7. Ситуация на дорогах. Затруднено движение по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе в сторону ДК МАИ, где в эту минуту ортопедическая команда Зеркало начинает свою новую программу, которая называется «Микрофон с вами». Мы живём в такое время, когда просто необходимо бережно относиться к электронной технике. И когда вы поёте микрофон, вы должны предохранять его от перегрузки и обязательно надеть на него защитную насадку. Если вы уважаете своего звукооператора, вы должны сами предложить ему средство предохранения микрофона. По-моему, по-другому просто нельзя. Особенно сейчас. Я выбираю безопасные концерты. Добрый вечер, дорогие друзья, в очереди интим ток-шоу про это. Уважаемые родители, убедительно прошу вас увести от экранов твитеров ваших несовершеннолетних детей, так как тема сегодняшнего разговора — микрофонные и защитные насадки. Судя по вашим письмам, эту тему волнуют прежде всего юноши и девушек, многие из которых играются артистами различных жанров, и во время своих выступлений регулярно пользуются микрофонами. Мне лично эта тема тоже очень близка. Дело в том, что я буквально прошлой ночью видела во сне Станкинскую телебашню. А это, согласно Зигмунду Прейду, микрофонический символ. Но вернемся к предохранительным насадкам микрофона. Одни считают, что использовать их необходимо. Другие же утверждают, что петь микрофон с насадкой — это все равно, что у них хоть розовый в противогазе. Сегодня у меня в гостях представители противоположных точек зрения. Поприветствуем сторонников безопасного пения. Это лауреата Грушинского фестиваля ДСП. Обладатели премии или рюкзак, или я выбираю философосе, Татьяна и Сергея Ивашенко и Васильевы. Здравствуйте! Привет, пацаны! И я сразу задам вопрос. Вот вы пользуетесь насадками микрофона. Но согласитесь, такие насадки значительно снижают чувствительность вашего микрофона. Да. Но зато они позволяют увеличить продолжительность концерта. Знаете, пролонгированный концерт может доставить гораздо больше удовольствия, чем громкая, но короткая песня. Если не пользоваться насадкой на микрофон, микрофон будет возбуждаться на букву П и на букву Б. Спасибо. А теперь, любые 100 сторонников противоположной точки зрения. Пойду пос... смотрю, как... солдаты писают. Итак, сторонники противоположной точки зрения — это ведущие MTV, Белиз и Попхэн. АПЛОДИСМЕНТЫ Вручайте. Здорово. Дай 100 рублей до полздорово. Вот, кстати, я просто на тему даму. Куда удалился Сергей? Я слышала, что в Америке, в рок-клубах, во всех туалетах установлен автоматы, продающие насадки микрофона. Это правда? Да мы... Чё-то это, в туалет не ходим. У нас на них денег нет. Зато мы недавно были в радиошопе. Там такая клёвая штучка продаётся. Эээ, прикинь, ну я... Такой маленький микрофончик, а то, что угодно... Вот таким становится. Заходишь в гости и незаметно кидаешь в аквариум. А минут через 15 спрашиваешь у хозяйки. Ой, а что это у вас за елда в аквариуме молотается? Между прочим, длина микрофона не имеет никакого значения. Главное, уметь хорошо петь. Это всё, конечно, очень интересно. Но как вы относитесь к использованию наставок микрофона? Я свой микрофон не на помойке нашёл, чтобы мне всякую гадость надевать. А если не умеешь пользоваться, так пойди и купи себе в радиошопе резиновый микрофон-имитатор. Я слушаю противоположную сторону. Послушайте, послушайте. А это что ещё за микрофон с горы? Это и песни, композитор песен. А, и поэт-басенник. А-а-а-а... Микрофон на! Привыкли, понимаешь, по телевизору выступать. А ты попробуй, как я, на Киевском вокзале. Первой попавшейся подворотни с первой попавшейся... Просите, публикой. А походим в Костровском, но сей на рыбалке, в темноте на рыбалке. А так ты хочешь и рыбку съесть, и в микрофон спеть? А-а-а-а... Да, пожалуйста, Николиха, давай теперь обратите к нашему эксперту и попросим его высказать свою точку зрения по данному вопросу. Пожалуйста. Вы будете мне рассказывать, боже мой, что вы тут такое обсуждаете, что мне таки просто становится смешно. Важно таки совсем не это. У микрофона непременно надо обрезать крайний провод. Так вы удивитесь, как он заработает. Вот посмотрите. Раз, 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 два. Два! Раз, 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 два, видите? Что ж, беседа была сегодня интересной. И по традиции в заключение нашей программы, пожалуйста, по одной пословице страны на тему нашей сегодняшней беседы. Ну я, не знаю, микрофон радистников не ищет. Кто сводкает дружин, там и микрофон не нужен. Уважаемые родители, через неделю, пожалуйста, уложите ваших детей спать до начала нашей программы. Потому что в следующий раз темой нашей программы будет «Видео в ход». И в течение нашей передачи по Татьяне Сергею Ивановичу и Василию в сопровождении авторской песни «С гитары по болоту». Папа, 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 папа. Как же нам не веселиться и грустить от разных мед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили в друзья Что у нас сосед стреляет в цветок и ружья Невозможно нам, ей-богу, не смеяться и не петь У подъезда сел в перлогу офигительный медведь И с тех пор пенсионеров развлекается толпа Но вам сейчас задарит в ныжку, то мента, а то па-па Па-па! Па-па! Па-па-па! Па-па-па! Па-па! Па-па-пара! Па-па-па! Как меня тормозит, ни от смеха не пойма Тут у нас в автарбании обнаружили ничего В нашем домоуправлении тоже стали нагадать, С каждым днём живём совсем меньше, Можешь на двумя тыставать. Говорят, что некрасиво было девчонок обижать, Но друзья на самом деле, я не что-то утверждать. В нашей доме поселились футболисты-мастера, Отбивают так, что девки увлекаются на раз. Жаль, что больше не стреляют ни вестовка, ни ружьё. Ничего, вы ни футболистов, ни медведя, ё-моё. Прилетели марсиане, пожиратели себе, Вот они ко мне подходят, вот теперь и мне. ПИПИПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, кто готов отвечать, то следующий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, давайте, не задерживайтесь. Что у нас первого вопроса? Ну, первым вопросом моего билета стоит вопрос, почему всё больше так молодых людей предпочитают жевательную резинку тригриспермент, даблмент и чуси-фрукт. Так, 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 ну и что вы можете сказать по первому вопросу? Ну, настало время разобраться, почему всё больше молодых людей. Постойте, постойте, ну, постойте. У нас же в прошлом семестре было, настало время разобраться. А в этом семестре мы уже разобрались. И в рамках пройденного курса рассмотрели конкретные причины. Вы на мои лекции ходили? Ходил. Очень хорошо. Итак, спермент — это? Пуск победы. Ну, вы меня огорчаете. Хорошо, давайте поговорим о классификации по музыкальному принципу. Какой музыке соответствует Вегли спермент? Рок-н-ролл. Правильно, молодец. А даблмент — это? Ну? Ну? Пи! Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! Ну! Пи! Пила! Пи! Музыка лесопьев! Пи! Лесорубу! Пи-пи-пи-пи! Народная! Плотная! Пи-пи-пи-пи! Там, мол, это... Это шефутинский! Розенбаум! Тополин и пух, жара-ни-юнь! Хватит! Опа! Хватит! Назовите хоть основной закон. Почему молодежь выбирает Вегли? Ну, молодые люди выбирают жевательные резинки в Вегли, потому что это высококачественная жевательная резинка, соответствующая и превосходящая по своим характеристикам все остальные. Не учили? Так и признайтесь честно, что не учили. Не учили. Качественная резинка по характеристикам. Разве я вам так читал? Ведь вот как я вам читал! Это классная жевачка! Я пробовал в своей жизни столько много разных жевачек, но по сравнению с Вегли, все они не катят. Тихо! Вот как я вам читал! Не знаете вы этого вопроса? Хорошо, второй вопрос. Какой у нас второй вопрос? В чем заключается самое сильное желание любой женщины? Ну, знаете? Папа! Кайвер! Майонез! Кайвер! Кто это? Ну, женщин, свои секреты! Да нет, нет! Ну, неправильно! Ну, вспоминайте, там две строчки в рифу. Папа! А, про стиральную машину? Да? Ну, там такой эротический сюжет. А, это эротический, помню, муж приходит домой, значит, и спрашивает у жены, а это что за толпа мужиков у тебя здесь? А лайву и отвечает. А этот маленький поможник Ян Симбелс, мечта каждой хозяйки! Нет! Стоп! Неправильно! Но уже теплее! Ну, вспоминайте, две строчки в рифу. Про стиральную машину, ну? Индезит вам ничто не грозит. Да нет, это же нет. А, вот, бош! Хрен от пола? Оторвешь! Нет, нет, а не стоп! Я удивлен! Ну, я же вам читал! А, ну! Субтитры сделал DimaTorzok и совсем не готовы к экзамену. Хорошо, последний шанс вам. Вопрос на троечку. Кто прекраснее всех на свете, а? Да! Ха-ха-ха! 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 Ну, так кто же прекраснее всех на свете, ну? Ха-ха-ха! Я в колготках колдул-аде! Ну, хорошо, уж так не представлю вам троечку, но в следующий раз готовьтесь получше. До свидания! До свидания, профессор! Вьетнамский вечеринок Ковтево! Встретимся ему красиво! Ура! Где Довгань, там праздник! Ура! Довгань, поддержите российского производителя! Когда подруга пригласила меня покататься на роликах, я сказала, давай, но в другой раз. А почему? Уделилась подруга. Ну, понимаешь, сегодня такой день... А, ну ладно! Хотя, если честно, я просто не хотела ехать кататься с этой дурой. Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, мои! Добрый вечер, лучшие люди страны! Нашу программу завершает главный проект ноября. Шириковасштабная акция. Микрофон с вами! Наша акция празднуется в прямом эфире по телевизору, телефону, факту, телетайбу, соковыжималке, пылесосу, а также микроволновой печке. И во всемирной сети интернет! Наш адрес в интернете www.moid.com.au А на сцену выходит известный интернет-бровайнер Москвы и России. Группа Иванушки и Интернетушки! Встречайте! 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 Ваши руки! Утро в интернете Наступает рано Ты из Барнаула Я из Барнаула Я из Деревана Мы с тобой на чате Мы с тобой на чате Целый день болтались Целый день болтались Вечером в привате Вечером в привате Мы вдвоем остались Все вместе! Виртуальный сайт Жарайю Мышка такая Позная Ты пойми, что первый Поцелуй Это когда модемы стыкуются А у меня с тобой связь не получается Тебе хорошо У тебя канал широкий А у меня Windows 98 еще не стоит Виртуальный секс Виртуальный секс Виртуальный секс Виртуальный секс Виртуальный секс Волой виртуальный секс Даешь нормального секса Маша рей-факция продолжается Всем танцевать От заката до рассвета От восхода до закота До шестнадцати и старше А юрани Малафокова А у меня скоро сессия Мегафонский А телегруппа «Сплит» Она хотела колы на лекции Хотела колы на лабораторные Она пошла бы колы на сессию Но было б некуда прятать учебники На зачет идешь Руки, руки вверх Курсовой уже подписан С утра в нем грош Убил парень туго А подруга где-то с лысым Пожилым профессором грустит Он ей двойку ставит паразит Сил больше нет Руки вверх Тяжело твои учеба Сошли в курдет Закусить немножко, чтобы Смели огурец и молодец И на этом нам пришел конец Кукла Маша, кукла Нина Кукла Миша и Полина Их друзья в больницу поприли А может быть на димитролу там дадут Смукли все от нашей кухни Ну так что с того, что смукли Просто вы немного подросли Ширину немного подросли Кукла Маша, не плачь! Кукла Наши, не плачь! Кукла Миша, не плачьте бабы! Я не вижу ваших отыгивающих физиономий Не вижу! Покажите мне! Ни крыля не вижу! Да вы сработаете жесть и пында А мне на ум пришли стихи Где рейх, там кислота Где Чапаев, пустота Где горбатые, там мосты Где шахтеры, там менты У нас в гостях 48-е отделение милиции Готовы? Завзорвались! Камо! Камо! Снова черт горбатый Зачем-то в Москву тебя приносит Посидеть на горбатом в Москву Ваши руки! Он не спросит Может, хочешь ты повестать в плейбой? Еще! Любиться нитой твой И обратно в собой Стишно-масловой И разглядываешь в руку Шапотой, стай рукой Свою бедную зарплату И пацаны, как герой Будешь на скрип по асфальту Твой последний миллион Превращаются в огромный микрофон Молодцы! Без утра начнешь забой Поведорить не нам жена И тогда антинозой Станет славнее и шульченко Попробуются вины И кавказские народы И метро захочешь ты Завалить, как не рентабельный забой Следующая песня посещается всем листам Завалить, как кавказские народы Этот красный звать Нет! Я чего ты надел? Нет! Почему не сидел? Нет! Гордого костра Да! Там жевать я умер Ю! Реваншую в лески Я дубинку имею Ю! Я имею дубинку Нет! Получаться От Баку до Грейно Я сверкаю как сам Бля! Я танцюкать огонь Бля! Руки, руки, руки! Руки, руки! Д Комбан Девушки отдыхают Девушки отдыхают